привет в эфире выдумщики ru меня зовут любовь шаниман и сегодня мы с вами поговорим об одной очень важной теме тема вроде бы не замысловатая и звучит она как правильно работать с мыльной основой всем кажется ну что тут работать взял основу порезал засунул в микроволновку и получил готовую расплавленную смесь которую окрашивай ароматизируй и получай мыло которое хочешь но если вы будете правильно работать с мыльной основой она будет отвечать вам взаимностью любить вас не меньше чем вы ее поэтому давайте усвоим несколько лайфхаков которые помогут вам жить с мыльной основой дружно и счастливо сначала мы смотрим на помещение в котором мы будем работать температуру воздуха оцениваем оцениваем влажность воздуха для этого есть специальный приборчик называется он гидрометр влажность воздуха не более 50 процентов это идеальная влажность воздуха для работы с мыльной основой потому что мыльная основа состоит частично из глицерина а глицерин притягивает влагу тем самым мы провоцируем потение мыльной основы если влажность воздуха будет менее 50 процентов то наше отношение с мыльной основой сложится как нельзя лучше следующий очень важный показатель эта температура воздуха. Идеальная температура воздуха от 18 до 20 градусов. Казалось бы, достаточно холодно, но при этой температуре ваше мыло будет застывать быстро, равномерно и очень качественно. Вам не нужна будет морозилка, если вы будете работать при такой температуре воздуха. Второй совет. Не храните мыльную основу, если вы ее вскрыли без упаковки. Это не самым лучшим образом влияет на ее качество. Конечно же, в любой мыльной основе есть доля воды. Если вы ее начинаете хранить без упаковки, то она теряет свою влажность. А значит, вам нужно будет эту влажность восполнять дополнительным добавлением воды. Поэтому для основы есть удобные контейнеры, в которых она и продается. Порезали основу, взяли необходимое количество, остальное положили в тот же самый контейнер и плотно закрыли крышечкой. Так она может у вас храниться спокойно и 3 и 4 года. Ничего с ней страшного не случится. Третий совет. Мы начинаем разрезать нашу мыльную основу. Кубики должны быть примерно одинакового размера. Вы скажете, ну это перфекционизм какой-то, можно же в любой последовательности порезать основу. А я скажу вам, нет. Дело в том, что если мы разрежем кубики одинаковой величины, то основа будет разогреваться максимально равномерно. Вы ее не перекипятите и она сохранит все свои важные свойства для дальнейшего использования. Начинаем расплавлять нашу основу и отсюда у нас вытекает следующий важный совет. Заполняем стаканчик примерно одинаковыми кубиками и ставим стакан в микроволновую печь. Мы не жарим мыльную основу на сковородке, мы не запекаем ее в духовке, мы не кладем ее просто на дно кастрюли. Есть два варианта ее расплавления. Это водяная баня или микроволновая печь. Мы сегодня выбираем второй вариант. Выбираем минимальную мощность, которая возможна в вашей микроволновой печи. Достаем нашу мыльную основу из микроволновки не тогда, когда она закипела, а тогда, когда там еще маленькие-маленькие остатки кубиков плавают. И мешаем. Зачем это нужно? Во-первых, вы будете ближе к рабочей температуре и вам будет проще сцеплять слои и работать дальше с основой. Вам не нужно будет ее остужать, смотреть какой температуры у вас сейчас мыльная основа. Вы ее не перегрели. Она сохранила все свои свойства и при этом с ней очень просто и легко работать. Мы мешаем нашу мыльную основу и видим, что все кубики буквально за пять секунд у нас растворились. Еще один важный совет, про сцепление слоев. Во-первых, очень важно, чтобы вы в одном изделии использовали мыльную основу одного производителя. Одной влажности, одной жирности. Например, одна основа у вас хранится достаточно давно, она потеряла свою влажность, а вторую вы только что купили. И в этом случае слои могут расслоиться. Не лейте в ваше мыло жирные масла, если они вам не очень там нужны. И очень частая ошибка, когда в один из слоев добавляют жирное масло, а во второй слой этого жирного масла не добавляют. Практически гарантировано, что ваши слои не сцепятся в этом случае. Если вам хочется сделать мыло ручной работы с добавлением полезных жирных масел, возьмите уже готовую мыльную основу с этими жирными маслами. Например, активши или актив какао. Ссылочка есть внизу на эти продукты, они есть у нас в магазине выдумщики.ру. Очень важно помнить, что когда вы добавляете самостоятельно жирное масло в мыльную основу, то это может спровоцировать своеобразное потение. То есть масла, когда вы добавляете их слишком много, могут выступать на поверхности в виде капелек. Это очень неприятный симптом и лучше избежать добавления жирных масел в домашних условиях. Сегодня мы с вами решили три главных проблемы любого мыловара. Первое, как избежать потения мыльной основы. Второе, как идеально сцепить слои вашего изделия. И третье, как минимизировать усушку мыло ручной работы. Если вам понравились наши рецепты, обязательно поставьте нам лайк и подпишитесь на наш канал. Здесь вы найдете много интересной и полезной информации для себя. В комментариях обязательно напишите, какие проблемы у вас возникают при изготовлении мыла ручной работы. А в следующих выпусках я подскажу вам их решение.